Доброе время суток! Вот одна из таких книг, о которой я хотел бы поговорить, это книга, которая называется «Злые самаритяне. Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретной истории капитализма». Автор ее Чанг Ха Джун, очень интересный экономист, по-русски уже издано несколько его книг, очень советую почитать. Это корейский экономист и профессор Кембриджского университета. Почему эта книжка показалась мне интересной и почему мне кажется, что ее стоит почитать? Дело в том, что Южную Корею чаще всего приводят в пример развивающимся странам, в том числе бывшим советским республикам. И приходит как пример того, как благодаря принципам либеральной или неолиберальной экономики Южная Корея выбралась из нищеты и стала таким вот экономическим, технологическим, индустриальным гигантом. Ну вот, типа, учитесь у Южной Кореи, делайте так, как мы говорим, как говорят западные советники, представители МВФ, Всемирного банка, ВТО, трех организаций, которые Чан Хаджунь называет не святой троицей, и будете такими же богатыми. Так вот, почему эту книгу стоит почитать. В 1961 году, как пишет автор, через 8 лет после братоубийственной войны, войны, ну, которая была Северной Кореей, и которая пропорционально была одной из самых кровопролитных в истории человечества, Корея, Южная Корея, находилась, ну, в состоянии бедности, даже неправильное слово, доход на, годовой доход в Южной Корее состоявлял 82 доллара на душу населения. То есть, что это обозначает, что средний житель Южной Кореи, средний кореец, зарабатывал в то время в два раза меньше, чем житель Ганы, африканской Ганы, который тогда зарабатывал 179 долларов среднего годового дохода. То есть, в Южной Корее была не просто бедность, там была нищета, абсолютная нищета. Нищета, причем даже по сравнению с уровнем самых отсталых африканских стран. И вот, автор пишет, что в 1970 году, когда он пошел в школу, а это была частная школа, хотя и взглядная, а в классе училось 65 человек. И 65 человек, и он говорит, что мы очень гордились этим, потому что в рядом стоящей государственной школе училось 90 человек. И вот он говорит, что когда прошло много лет, и на Кебринском семинаре он услышал, что из-за бюджетных ограничений, которые наложены были МВФ, Международным валютным фондом, среднее количество учащихся в нескольких африканских странах выросло с 35 до 45, и все говорили, что это очень много. И он говорит, я только тогда понял, насколько нищим было мое детство, насколько плохо у нас обстояли дела. И вот, это была нищета, это оборванные корейские дети, которые бегали за солдатами американских военных баз, выпрашивая жвачку или шоколадку, конфетку. Экспорт Южной Кореи, из чего он тогда состоял, в основном из-за морепродуктов и из-за париков, сделанных из-за человеческого волоса. А как же такие гиганты, как компания Samsung? Компания Samsung, ныне ведущий экспортер мобильных телефонов, полупроводников и компьютеров, ну, один из главных технологических гигантов планеты, тогда ничем этим не занималась в начале 60-х годов. Компания Samsung была основана в 1938 году и в основном занималась экспортом рыбы, овощей и фруктов. В начале 50-х годов она начала заниматься новыми бизнесами, ну, в том числе, рафинированным сахаром и текстильной промышленностью. А ничто еще не предвещало тогда, что она когда-нибудь вырастет нынешнего технологического гиганта. Автор пишет, Корея, в которой я родился 7 октября 1963 года, была одной из беднейших и унылищих стран. Ныне я гражданин одного из самых богатых государств, если вообще не самого состоятельного. За годы моей жизни средний душевой доход в Корее с точки зрения покупательной способности вырос примерно в 14 раз. Действительно, сегодня Южная Корея один из высокотехнологических центров мира. Это страна, которая занимает огромную долю в области мирового судостроения, экспортирующие автомобили, мобильные телефоны, плазменные телевизоры, компьютеры и так далее и тому подобное. И вот тогда встает вопрос, в чем же причина такого успеха Южной Кореи. И добрые западные советники, представители либеральной экономики, представители МВФ, ВТО, Всемирного банка, вот этой несвятой троицы, ну а также либеральные экономисты, которые появляются в развивающихся странах, они учат, что это заключалось в том, что в Южной Корее, причина успеха заключается в том, что в Южной Корее соблюдали правильные западные стандарты, следовали принципам либерализма, открытости рынка, свободного предпринимательства, уважением прав человека, права собственности, равной конкуренции, верховенства закона во всем, что касается, ну, патентов и так далее. Ну, понятное дело, построение демократии, без которой открытость рынков невозможна, ну и разделение властей и прочее, прочее, прочее. Так вот, почему интересна книга Чан Хаджуна, потому что он доказывает, что все эти аргументы, которые приводят люди, которые ставят Южную Корею в образец, это чушь собачья. Все было ровно наоборот. Во-первых, с демократией там обстояло очень плохо. В 1961 году был совершен военный переворот, причем военный переворот такого полусоциалистического образца, после которого там казнокрадов, коррумпированных чиновников, предпринимателей, которые грабили народ с точки зрения новой власти, водили по улицам, ну, там, вешая разные таблички, типа «Я коррумпированная свинья». Генерал Пак, захватив власть, трижды умудрялся выигрывать выборы, причем выигрывал он их не совсем честным образом, а все, что говорят, допустим, о фальсификации выборов, использовании административного ресурса в бывших советских странах, это просто отдыхает по сравнению с тем, что делал генерал Пак. И вот, наконец, когда он был последний, третий срок, после которого он должен был уйти, он пошел на то, что называется автопереворотом. Автопереворот – это когда человек, возглавляющий власть, совершает переворот в пользу самого себя. Он сделался пожизненным президентом, просто объясняя, что страна может не пережить хаоса демократии, что он нужен в стране, и поэтому он решил оставить себя навечно, и он действительно оставил себя еще на шесть лет, пока корейцы не устроили военный переворот, и его не убили представители собственной разведки. Но, фактически, вот этот рывок проходил не при демократии, он проводил при очень автогитарной диктатуре. Дальше. Что касается свободы и открытости рынка. Чан Ха Джон пишет, что нас учили, что человек, который курит иностранные сигареты, это предатель Родины. Это человек, который использует валюту, в которой так нуждается государство, не на целевые нужды. И школьников призывали, если они увидят у родителей своих одноклассников иностранные сигареты, надо об этом сообщать. Чан Ха Джон, правда, говорит, что он не думает, что в нашей частной школе сообщали об этом. Но, как только люди приходили в гости друг к другу, дети, и видели это, как во всех развивающихся странах, курили практически все мужчины, тут же срабатывало сарафанное радио. Об этом человеке говорили, что он ненадежен, аморален, ну и вообще не патриот, а, следовательно, предатель. И с таким ребенком не хотели дружить. Трата валюты за что-то не связанное с промышленным развитием, импорта жизненно необходимого оборудования, или сырья для промышленного производства, была либо запрещена, либо, по крайней мере, затруднена огромными пошлинами, навоз, акцизными сборами, которые маскировались под налог за потребление роскоши, что входило в роскошь не только дорогие модели машин, но и виски, печенья, конфеты. Чан Хаджон пишет, «Хорошо помню эйфории национального масштаба, когда по специальному правительственному разрешению в конце 70-х годов была ввезена партия датского печенья. По тем же причинам запрещался и выезд за границу, тех, кто не имел прямого разрешения правительства на ведение бизнеса или обучение для последующего ведения бизнеса». В Южной Корее никто не делал ставку на то, что рынок сам себя отрегулирует. Наоборот, сначала один диктатор, потом другой. проводили политику жесточайшего государственного протекционизма. Дальше. Чтобы не допустить западные технологии, Южная Корея превратилась в страну копий, одной из самых пиратских территорий мира. В огромных количествах производились липовые брендовые сумочки и липовые кроссовки. Те, кто покупали южнокорейские копии кроссовок Nike, они, в принципе, понимали, что они покупают копии. Ее выдавала цена. Поэтому могли делать кроссовки Nike, ну, похожие, с надписью NICE, или делать кроссовки Nike с дополнительным штрих-ходом. Это была задача создавать иностранные вещи по местным ценам. А в Корее практиковалась обратная инженерия. Что такое обратная инженерия? Есть прямая инженерия. Инженер придумывает какой-то прибор, машину, устройство. Потом, после его проектирования, это запускается в производство, и потом продажу. Обратная инженерия, когда кто-то покупает устройство, прибор, механизм, разбирает его на части, узнает, из чего он создан, для того, чтобы сделать копию. И вот Чанг Аджон пишет, мои друзья покупали копии в небольших мастерских, разбирали машины IBM, копировали их состояющие, и собирали собственные компьютеры. Причем, эта обратная инженерия поощрялась государством. В Южной Корее поощрялись отрасли промышленности, избранные правительством для того, чтобы последствия конкурировать с западными. Никто не думал, что они вырастут сами по себе. Они получали прямые правительственные субсидии. Если правительство видело, что частное предприятие не работает достаточно эффективно, то оно отнимало и у предпринимателя реструктуризировало и достаточно часто отдавало другому предпринимателю. Без коррупции тут тоже, правда, не обходилось. Правительству принадлежали все банки. Все банки. Оно выдавало кредиты для ведения бизнеса. Оно решало, какие проекты являются приоритетными, а большие проекты проходили с непосредственным государственным участием. Потому что иначе, допустим, солилитейную промышленность нельзя было поднять. И вот правительство Южной Кореи полностью контролировало рынок и помогало ему расти. И чтобы вам не рассказывали в раке. Корейское экономическое чудо стало, возможно, не по методичке МВФ, против против всех рецептов неолиберальной экономики. Если бы Корея была бы исключением в этом, то можно было отмахнуться, что исключение только подтверждает правила. Но, как доказывается в книге «Злые самаритяне», подобным путем роста экономики прошли практически все западные страны, которые сегодня выглядят как экономические промышленные торговые гиганты. Без этого никто не остался. Ни Британия, ни Соединенные Штаты Америки не являются родиной свободной торговли. Более того, их экономика росла, когда она росла, именно в протекционистском режиме. Более того, все развитые экономики мира, почти все росли именно благодаря тому, что правительство регулировало рынок, закрывало его, иногда от иностранных импактеров, иногда от иностранных инвесторов, и решало, как делать дальше. Это не говорит о том, что закрытие рынка всегда хорошо. И это не говорит о том, что протекционизм всегда хороший. В той же Южной Корее правительство закрывало определенные сегменты рынка далеко не всегда. оно закрывало их на время, пока давая временную передышку предприятиям, которые должны были дорасти до того, чтобы конкурировать с западными гигантами, для того, чтобы выйти на международные рынки. И вот когда они стали готовы к этому, они вышли. и так все практически ведущие экономики мира вводили протекционизм и более того, на начальном этапе, когда экономика росла, и более того, иногда пользовались им как регуляционным рычагом. Так почему же тогда советники несвятой троицы, МВФ, Семейного банка, Международные Семейные торговые организации, почему они требуют от развивающихся стран открыть свои рынки? Ну, может быть, лучше всего на это ответили в XIX веке в Германии. Был такой немецкий экономист Фридрих Лист, который в 1841 году в ответ на очередные требования Британии об открытости рынков, сказал, что Британия похожа на страну, которая взобралась благодаря протекционистской лестнице на какую-то вершину и потом убирает эту лестницу для того, чтобы на нее не взобрались все остальные. Так вот, большинство этих советников либо нарочно либо действительно в это верят, по мнению Чанхаджона злыми самаритянами. То есть добрые самаритяне в Евангелии от руки тот, кто помог ближнему и помог ему справиться с бедой, несмотря на принадлежность другой религии. А злые самаритяне это люди, которые дают развивающимся странам советы или выдвигают требования и критерии, которые помогут им не справиться с нищетой, а наоборот гораздо глубже погрузиться в нищету. Поэтому убежденные сторонники либеральной экономики может быть являются гораздо более опасными, чем те, кто просто считают, что благодаря открытости рынка западные гиганты смогут получить большую часть мирового рынка и подавить правовыженность в развивающихся странах. Может быть потому, что их убежденность передается другим. Что же делать, чтобы советы злых самаритян не передавались другим? Ну, может быть как минимум отделить факты от мифов, понимать, что то, что мы считаем историей капитализма, эти факты, ну, эти наши понимания, они далеко не всегда верны, либо правдивы, только частично. И необходимо отделить экономику от рыночного фундаментализма, подлинную историю капиталистической экономики от мифологии, которая ее окружает. Советую почитать «Злые самаритяне» Чанг Ха Джунь. А с вами была программа «Магия смысла» и я, и ведущий Давид Эдельман. … «Магияю» «Магия» Субтитры создавал DimaTorzok